всех приветствую дорогие зрители канала герчу кико с вами виктория осипчук тема данного видео будет про торговлю от уровня поговорим вообще какие уровни бывают что вам вообще дает уровень при торговле какие сценарии бывают определенных уровней и поговорим о видах до уровень что уровне подразделяется и на локальные и на глобальные также есть уровни которые сформированы каким-то определенным баром есть уровни исторические да которые подтверждаются есть уровни которые делают супер это максимум минимум до которые обновляют хайла и и так далее на самом деле разновидность до уровня давайте начнем с первого разновидность уровне какие они бывают начнем с того что вообще уровень вы всегда смотрите если вы хотите торговать от крупного игрока если вы хотите брать хорошее движение там три к одному как минимум то лучше конечно же рассматривать дневной график и искать уровне то второе уровень вам дает дата вы смотрите его от крупного игрока второе уровень вам дает короткий стоп что это значит во первых вообще короткий стоп понятный стоп да и понятно 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 понятную цели на и понятное вообще направлении дальнейшее движение инструмента Понятный АТР, да, потому что уровни – это всегда сценарий, то есть уровень равно сценарий. Какой уровень вы выбираете, такой сценарий вы и торгуете. То есть от определенных уровней торгуются различные сценарии. Подход к уровню также очень важно, как бары закрываются, там, крайние бары, особенно на дневном таймфрейме. Поэтому если смотреть системно, да, и вообще свой трейдинг систематизировать и свою торговлю сделать системной, все-таки нужно с базы начать, да, это с уровней, изучить эти уровни, изучить историю цены на графиках, да. Неважно, какой уровень вы торгуете, в принципе, техника везде одна и та же. Смотреть сильные картинки от сильных уровней, да, то есть они всегда повторяются. Что есть, да, у нас трейдинги – это закономерность, история цены, которая повторяется. Так, давайте перейдем к графику, я вам покажу, как это все выглядит на примере рынка Форекс, да. Такие уровни бывают, что вы можете от этих уровней торговать. По каким таймфреймам, да, вы можете заходить и так далее. Например, да, возьмем валютную пару доллар-канадист. Вот вы выбираете уровень. Опять же, уровни, да, вы рисуете, как вы их рисуете. Вы берете определенный бар. В основном очень хорошо работают, да, изломы на графике. То есть когда движение какое-то останавливается. Либо это продавец, да, движение останавливается продавца, либо у нас останавливается движение покупателя. То есть изломы, да, их очень хорошо видно на графике. Изломы, да, изломы. Далее у нас идут изломы, да. Здесь у нас излом, здесь у нас излом, здесь у нас излом. То есть все, что, в принципе, все, что связано с изломами, от уровня излома торгуются, в принципе, все сценарии. Но здесь уже нужно смотреть, сколько мы прошли, да, как долго мы стояли, стояли ли вообще, да. Потому что вообще для пробоя, если вы торгуете пробоем, от уровня желательно, чтобы был какой-то ретест, да, либо какое-то накопление, чтобы дальше идти и пробивать уровень, да, чтобы была энергия. Поэтому уровни также подразделяются. Вот вы, например, взяли какую-нибудь точку на графике. Например, вот этот уровень, да, который является, в принципе, является уровнем. Вот этот хай данного последнего бара является уровнем. Вы смотрите уже на дневки. Соответственно, да, вы смотрите, что уже достаточно много прошли. Если инструмент, конечно же, будет копить, да, и будет вот такая вот проторговочка, желательно прям прилипание к уровню, то здесь, возможно, вы даже возьмете направление в пробой. Опять же, должно быть хорошее, правильное, достаточно технически правильная проторговка, да, то есть именно прилипание к уровню. Это прям в идеале, если вы доходите торговать пробой, либо поджатие, да, к уровню. Либо вы смотрите, да, по объемам, по АТР, сколько было пройдено, смотрите, какие идут закрытия, да, особенно, когда идет паранормальный бар. Также есть уровень, который образован паранормальным баром, также является уровнем сильным, вот как здесь, да, например. Вообще паранормальный бар, это называется выплеск уже такого крайнего объема, рынок в перекупленности, да, либо в перепроданности, и, скорее всего, оттуда уже идет, там, 80% в случаях идет разворот, да, там, отбой, либо ложный пробой. Опять же, вы себе это все прописываете, какой сценарий вы торгуете. Либо ЛП, да, как здесь, вот хвостик нарисован по отношению к уровню, это у нас ложный пробой. Либо здесь у нас, да, ложный пробой, это уровень исторический, вот смотрите, он повторяется на истории, то есть этот уровень, он повторяется, да, исторически, он также повторяется здесь. Что это значит? Чем больше касаний на истории от данной отметки, да, от какой-то определенной отметки, которую вы берете на графике, чем больше касаний, в принципе, на истории, тем сильнее уровни, да, особенно если это уровень у нас зеркальный. Что значит зеркальный? Зеркальный, это значит, когда уровень сопротивления, то есть верхний, да, на истории становится, вот как здесь, точнее, уровень поддержки был здесь на истории, и тут он на истории в дальнейшем, да, если смотреть слева направо, он становится сопротивлением. Тут уже был уровень поддержки, здесь у нас уровень стал сопротивлением. То есть эти вот зеркальные уровни на истории, они очень хорошо отрабатываются. В данном случае доллар-канализ именно отработал свой разворотный сценарий, да, здесь у нас ложный пробой отработал, вот, от данной отметки, здесь у нас также ЛП отработал. Здесь мы точка копеечка в копеечку, вот смотрите, видите, здесь касание точное, здесь уровень 1,3650, еще момент, да, когда уровень, на уровне у нас идет уровень, точнее ценовая отметка, да, круглая цифра на уровне, то есть когда у нас там 3650, ну, круглые цифры оканчиваются либо там на 0, на 5, да, 30, 20, 80, то есть это у нас считается вообще в торговле, в техническом анализе, означает, что сила уровня еще больше увеличена. То есть сила уровня, он становится еще сильнее, если этот уровень образован, да, круглые цифры, вот, и вы на историю смотрите, да, опять же, это ваша задача именно торговать по сценарию от уровня, да, вы смотрите ATAR, в первую очередь, да, вот вообще трейдинг еще стоит, да, вот основные вот такие базовые моменты, это уровень, да, от которого вы торгуете, это сценарий, это энергия, то есть ATAR, да, ну и желательно смотреть зону волатильности, в какой зоне инструмент находится, да, если смотреть вообще в левую сторону, мы всегда смотрим какую-то зараженную зону в левую сторону, если зона нормальная, мы видим, что здесь нормально, спокойно бары шли, то здесь, скорее всего, также у нас будет достаточно такая же волатильность. Если здесь достаточно такая зараженная зона, и когда у нас будет пробой сюда, здесь также, скорее всего, будет повышенная волатильность, то есть на самом деле зона, она также решает, особенно она очень помогает именно при пробоях вот уровня. Так, вот это мы сейчас разобрали с вами. Уровни излома, также то, что уровень является историческим, то, что является также сильным, чем больше касанием. Если уровень образован проблой цифрой, если уровень повторяется на истории, если уровень, также у него было сделано много ложных пробоев на истории, здесь ложные пробои, здесь, здесь. То есть, соответственно, этот уровень вам помогает в дальнейшем, если его взяли за основу торговать, например, отбой, то, конечно же, здесь больше вероятность того, что движение на отбой, на разворот сработает. Теперь давайте посмотрим пример, вот фунт-доллар, да, как работают у нас уровни, также исторически, смотрите, вот излом, я взяла вот отметку 1.2524. Цифра не круглая, но уровень является также сильным, он повторяется на истории, да, ЛП, ЛП, да, то есть хорошо работает у нас сопротивление в таком вот канале, и здесь у нас уже пошел, соответственно, пробой. Вы, опять же, если вы торгуете пробой, вы уже смотрите уровни, да, возможно, вы их корректируете по ближайшим вот изломам, да, чтобы брать движение на пробой. Смотрите также ATAR направление, естественно, когда у нас идет пробой, вы смотрите обязательно, чтобы был пробой, нужен вообще пробой, это дальнейшее там движение по тренду, да, скажем так, поэтому, чтобы идти, нужен обязательно ATAR. При отбое легче, да, то есть вы понимаете, что ATAR пройден, инструмент можно там в контртренд, например, какую-то часть прибыли забрать. Вот смотрите, вот дневной график, это у нас глобальный уровень, то есть глобальный выделяем. Если брать часовик, то здесь, конечно же, свои есть локальные уровни, но, опять же, видите, вот это уровень зневки и часовик локально также совпадает, да, здесь также можно торговать ложные пробои. Это очень хорошо вообще, когда локальные уровни совпадают с глобальными, но, в принципе, на часовике также можно выделять какие-то уровни, да, вот они вот хаи, точнее лаи, такие вот нижние экстремумы брать, допустим, да, и вы сравниваете 1.2367 вообще, что какой это уровень у нас на дневке 1.2367, есть ли какие-то касания, да, на истории касания есть, видите, вот они касания, вот они ложные пробои, уровень зеркальный на дневном графике, поэтому, если вы здесь за основу взяли на часовике этот уровень, вы также можете его торговать, да, то есть это достаточно, можно сказать, тоже локальный уровень, который имеет силу, который, в принципе, также подтверждается на дневном графике, да, то есть он непонятно где-то здесь в канале, который там заражен на зоне, скажем так. Вообще, чтобы торговать локальные уровни, локальный сценарий, вам желательно иметь хорошую зону на дневном графике и желательно, чтобы уровень совпадал хотя бы на истории на дневном графике, это ваше будет преимущество, конечно, при заходе. Также выделяют уровни, да, мы сказали, есть уровни излома движения, есть уровни, образованные также паранормальным баром, уровни, которые были образованы на круглой цифре, также уровни у нас есть зеркальные, да, исторические уровни, локальные и глобальные, есть также уровни лимитные. Также есть уровни лимитные, что это значит лимитные? Лимитные, это значит такие уровни, которые идут два касания минимум, да, после основного бара, который сформировал уровень, так называемая формация БСУ, БПУ1, БПУ2, то есть бар сформировавший уровень, бар подтвердивший уровень, бар подтвердивший уровень 2. Вот, например, как здесь, я взяла на примере вообще, кстати, недельный таймфрейм, в принципе, можно брать недельный таймфрейм, если вы прям долгосрок торгуете, да, но также можем взять дневку и посмотреть по, вообще по, по лимитным уровням, по лимитным уровням. Вот, например, как этот, прошу прощения, как этот, так, сейчас, секундочку, так, 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 нет, дневка нам не покажет прям идеально, все-таки, люблю идеальные картинки, давайте все-таки возьмем недельку, но не будем исключать дневку, потому что на дневке такие уровни также попадаются. Вот у нас уровень, смотрите, уровень 11.13, вот у нас, скажем так, да, БСУ, либо этот можем взять бар БСУ, либо этот, не важно, либо вообще вот это тоже идеально хороший излом, и вот у нас идет БПУ1, БПУ2. То есть на БПУ2, соответственно, когда бар подтверждает тот самый разворот, да, то есть отбойная формация, вообще лимитные уровни это ваши отбои, которые вы хотите торговать, да, это лимитные уровни, от них торгуются только отбои. Поэтому, если вы торгуете отбои, да, если вы хотите торговать отбои, хотите торговать от лимитных уровней, рассматривайте картинки, когда есть точное касание, то есть формирование БСУ, точное касание БПУ1, и БПУ2 позволительно, чтобы был вот такой вот небольшой люфт, так называемый, размер от уровня позволительный, там, буквально, там, от АТАР, возможно, у инструмента есть свой стратегический АТАР, и от АТАР это примерно, если смотреть, то это у нас получается, там, даже, скажем так, не 5%, даже менее 5%, там, 2%, скажем так, 2% вообще от всего общего АТАР, то есть вот этот вот люфт, небольшое расстояние, которое БПУ2 может себе позволить. Желательно, чтобы БПУ1 БСУ, из БСУ они прям совпадали на графике, тогда это будет действительно хорошая ваша отбойная формация от лимитного уровня. Так, в принципе, все. Я показала вам примеры на валютных парах, показала примеры также на CFD по акциям, то есть я вам показываю то, что работает, в принципе, на всех рынках. Мы можем открыть, там, крипторынок, да, это все тоже самое работает. Ваша задача определить таймфрейм, на котором вы торгуете. Если вы торгуете дневку, значит, вы торгуете глобальные дневные уровни, там, от крупного игрока, потому что крупный игрок ведет свою игру только на дневном таймфрейме. Вы определяете для себя сценарий, что вы торгуете. Отбой, да, возможно, лимитный уровень для себя вы выберете, возможно, вы выберете для себя изломы, да, изломы, которые также отрабатывают хорошо на развороте. Вы будете также смотреть на истории, чтобы эти уровни исторически повторялись на истории, потому что это больше дает силу. Если пробует, да, если пробует, вы также берете определенную основу уровня, да, возможно, какие-то накопления проторговки, которые дают выплес, да, из канала. Возможно, каналы очень хорошо работают, да, когда идет выход из канала, идет реализация движения, реализация объема, которые были, которые копились, да, в данном диапазоне цены, да, в данном канале. То есть вы себе уже сами подписываете и выбираете. То есть хаосно торговать, там, где-то тут уровень поставить, тут, тут, на каждом баре ставить уровень не нужно. Вы выбираете определенную точку, смотрите, как какая-то точка на истории, сильная или не сильная, зеркальная или не зеркальная, там, какая у нее цифра, да, отметка, что было до, как подошли к этому уровню сейчас, да, на текущей цене, да, и такие вот моменты, они основные. Потому что если у вас будет все систематизировано, у вас будет определенный уровень, определенный сценарий от определенного уровня, да, определенный таймфрейм, вам будет просто легче торговать, и у вас уже будет меньше, так сказать, вот этих линий непонятные на графике, у вас будут конкретные, четкие, сильные уровни, от которых вы уже будете понимать, что делать и что торговать. Всем спасибо за внимание. К тем, кто посмотрел данный ролик, да, если вам видео понравилось, было полезно, ставьте лайк, это ваша благодарность. Также подписывайтесь на канал Герчако, кто еще не подписан, чтобы не пропускать следующие видео. Достаточно много полезных видео у нас на канале Герчако. Заходите, подписывайтесь и учите. Всем успешного обучения, всем до встречи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok